привет приветствую что пьете воду а воду сейчас до вас общался с молодежью они там пьют заграничные напитки например виски сколами ну виски да там такое я говорю вы лучше оставьте это уже скоро это будет еще дороже стоить ведь и что там отечество ну потому что сейчас все заграничное будет цене подыматься с каждым днем ну кто же тебе кто же тебе такую глупость сказал смысле почему ему ну сегодня санкции на россию наложены или нет сегодня компании выходят они не только сегодня на ужин на россии они давным-давно разъединение то что тогда не то что там накладывали на сейду этого это это были это был смех в принципе понимаешь как ты никогда не работал в евро и долларах ты поэтому мне кажется не понимаешь как она устроена всего твоей компании мне кажется глубоко ошибаешься да ты когда-нибудь работал и если бы я не работал я бы тогда вот водочку российского не пил причем из водочка российская я тебе еще раз объясняю что сегодня очень много компаний в россии до остались люди без работы почему потому что хозяин хозяева этих компаний в россии закупали свою продукцию товары и так дальше за рубежом они покупали за доллары и евро потом это перевозилась в россию и они уже платили зарплату в рублях и продавали это в рублях но это не значит что этот товар был куплен за рубли так вот сегодня этих товаров нет ну и как обычно струсил и не захотел общаться они пытаются вот эти вот величием своим до имперскостью своей защищаться а это очень сложно защищаться от правды потому что правда она бьет прямо прямо туда куда нужно потому что когда правда бьет точно ответить нечего все сразу нечем говорить сразу переключаются пойдем дальше слава россии а в чем слава россии в чем слава россии нет погоди в чем слава россии россии спасает на людей по крайней мере пока ну вот когда говорят есть такое пока не вот есть такое выражение самой бурей пока буря не началась я понял вот есть такое выражение фашистские захватчики это к чему такая фраза но фашистские захватчики что такое что такое фашистские захватчики определением можете дать определение да это хочет определить российскую армию фашистские захватчик нет я спрашиваю тебя что такое определение фашистские захватчики вот как ты думаешь что это такое почему такое из выражения Фашистские захватчики, ебать, которые хотят себе больше земли захватить. Что я тебе хочу сказать насчет России, ебать. Россия освобождает ебков. Ты можешь не материться? Чтобы обычные люди жили. Я видел одно видосик, ебать. Ты можешь только не материться? Не матерись, не матерись. Я украинец говорил, ебать, такую хуйню. Без мата не можешь, да? Ты можешь меня послушать? Ты можешь не материться? Потому что я не могу слушать, когда человек сидит и просто матерится без остановки. Я всегда, я в разговоре всегда матерюсь. Это армия России так, да? Армия России это люди, которые матерятся без остановки. Это так вообще, по сути я так разговариваю вообще. Так скажи мне, вот на сегодняшний момент, вот прямо сейчас, да? Что делает Россия в Украине? Я тебе просто говорю, я слушал пацана одного из Украины. Он сказал, что его пацана, этого мать, короче, ей захуярили такую цену, чтобы квартиру сняла, которая вообще неприемлемая. Я, если честно, этого пацана я подержу. Цены должны быть как и должны, если, блядь, все-таки мы, блядь, это, как бы, мы спасаем людей. От кого? Обычный, блядь. Обычный, блядь. Обычный, блядь. От кого, от кого, от кого Россия спасает сегодня украинских людей? Ты по это, по чутье можешь? А, стой, ты, блядь, помедленнее правит. Можешь, ебать, что их просто тебя не понимают. По чутье. От кого сегодня Российская армия спасает украинских людей? Потому что, ебать, вы сами ебашите, ваша армия ебашит по своим домам, блядь. Подожди, Российская армия есть сегодня в Украине? Российская армия ебашит по вашим военным, ебашит. Нет. Нет. Российская армия сегодня бьет по жилым кварталам, по жилым домам. По гражданским домам. Да, конечно. Да, 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 да. Скажи мне, пожалуйста, смотри, причина-следственная связь такая. Вот пока российские войска не вошли в Украину, там люди не погибали. Вот как только полномасштабное вторжение было, вот фашистских захватчиков, вот тогда начались смерть. Интересно, знаешь, как бы у меня друг погиб, я бы вообще вас лично, я бы всех разъебал бы так ебать, чтобы вас вообще в броду не было. За что? Когда вас создал, блядь, этот, как бы Ленин, когда вас создал... А кто тебе сказал это? Подожди, подожди. Кто тебе сказал? Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал, что Ленин создал Украину? Где ты это прочитал? Не то, что мне кто-то что-то сказал. Откуда? Откуда ты знаешь? А кто крестил Московью? Скажи, ты дальше стоит. Что было раньше? Ги или Москва? Я тебе говорю, я тебе говорю, что... Когда моего друга там убили... Он... Он... Подожди, где там? Где там? Где там? Ты не говоришь, где там? Где твоего друга убили? Где? Где? Где его убили? У вас там ебать. Я не знаю, где им. В Украине ты имеешь в виду? В Украине, да. А что можно делать с фашистскими захватчиками, если они приходят на чужую территорию и пытаются захватчики? Фашистские захватчики? Он вообще ебать. Что? А что ты хочешь, чтобы... Да. А ты хочешь, чтобы... Да, да. А ты хочешь... А его кто-то звал в Украину? В Украину. Кто-то ждал, его звали туда. Погоди, друг. Погоди, я тебя не знаю, блядь, назову бородатый. Погоди. Я что тебе хочу сказать? Он вообще поваром был. Он там находился, его кто-то туда приглашал? У него были документы на то, чтобы он зашел в Украину? Или он туда пришел как военный? Я зашел в Украину, вас разливал бы любого нахуй. А ты можешь почуть... Вот так вот, ребята. Сидит, матерится, знаний у него ноль вообще от слова совсем. Вот он разговаривает примерно так же, как и его командиры. Вообще, когда смотришь сегодня украинскую армию и российскую армию, вот это вот солдат, армия России. Вы слышите, да? Вы видите, что из себя представляет сегодня армия России. И когда слушаешь украинцев, неважно, офицеров, солдат, в глазах разум, мысли чистые, понимают, что происходит, то есть взвешенно понимают. Они находятся на своей земле и защищают свою землю от агрессивного вторжения полномасштабного. Хотя война уже идет 8 лет, да? До этого тоже была. Но тогда было гибридное. Сейчас в маске сброшенной началось полномасштабное военное агрессивное вторжение. И как мне нравится о себе слышать, что захватчики, это всегда позор. Вас там никто не ждал. Вас никто не просил. В Украине сегодня есть президент, в Украине сегодня есть народные избиратели, есть мэры городов, есть губернаторы. Это те люди, которых по-настоящему выбирал народ Украины. И в Украине есть украинская армия, которая защищает сегодня свою страну. И любая страна, которая так себя ведет, как ведет сегодня Украина, заслуживает уважения. Потому что никто не сложил оружие. А как они хотели, россияне, чтобы армия России полномасштабно с самолетами, да? С ракетами, с танками, с пехотой, да? Со всей вот этой военной мощью зашла. А украинцы должны были все побросать, да? Сказать хорошо, мы воспринимаемся с хлебом солью, чтобы, значит, президента Украины взяли. Я не знаю, что они хотели с ним сделать в Киеве и со всеми остальными людьми. Это значит потерять нацию. У Путина политика сегодня его страны точно такая же, как была в нацистской Германии при Гитлере. Один в один. Он не признает украинскую нацию. Он говорит, мы один народ. То есть он говорит, что мы народ. То есть российский он имеет в виду, не Украин. Потому что Украины для него не существует. Один народ в его понимании, значит, украинской нации нет. Это тот же самый нацизм в чистом виде. А в Украине сегодня люди по-настоящему сражаются. Причем это можно видеть только по солдатам. Ведь сегодня общество в Украине настолько единое. начиная от простых женщин, людей, которые никогда не имели никакого отношения к военной доктрине, к военному делу. И заканчивая теми героями, которые сегодня с оружием в руках защищают свою землю. А когда начинаешь задавать вопросы те, которые они не привыкли слышать. Потому что вот им говорят по телевизору, да, там, Ленин придумал что-то там, еще что-то не было. То есть не имея возможности к анализу. Потому что им сказали так, и вот он просто пересказывает то, что ему сказали. А если говорить по истории, да, и сказать так, давайте будем смотреть, что было раньше. Давайте смотреть, что было раньше. Была Русь, да, со столицей в Киеве. И была Московия. Ну давайте сделаем так, что Московия будет в тех границах, в которых была Московия. Вот это вот вокруг, да. А все остальное это ей не принадлежит. Но вы же так хотите смотреть? Вы же не хотите международное право, вы же не хотите жить в 21 веке. Правильно, вы хотите жить в прошлом? Так почему это прошлое должно строиться от того года, с которого вам удобно или выгодно? Тогда уже можно делать и решать всем странам так же, да. Давайте будет Пруссия опять. Давайте будет Османская империя опять. Но люди так не думают. Сегодня в 21 веке люди так не думают. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы из Украины? Как дела у вас? Да, я из Украины. Дела. Ну нормально. Там где я нахожусь не так, как у вас. У вас там, я не знаю в какой части вы находитесь. У вас стреляют сейчас там? Бабахает, нет? Да. Ну как вы думаете, чем закончится все? У вас есть какие-то мысли к этому поводу? Победой. Победой какой страны? Конечно же украинской. Я с вами согласен. Знаете, я общаюсь когда с... Серьезно? Конечно. Даже сомнений нет. Украинцы победят. Они уже победили. Победили первую фазу, сейчас будут побеждать вторую фазу. Конечно сложно. Враг сложный. Но Украине во-первых помогает весь мир. Во-вторых, украинцы это настоящие потомки Руси. У россиян духа нет такого, как у украинцев. Я даже украинцы... Обычные люди это как у... Я украинцев уже... Знаете, как вычисляю? По их выражению и взгляду, и когда смотрю им глаза. Разум есть в глазах, понимаете? Кто есть? Разум. А, понятно. Ну это понятно. Мы же украинцы. Так и есть. Как ваши справа скажите? Мы добрые. Добрые. Дякую. И Украина переможет. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.